Я хочу, чтобы вы посмотрели на библейский принцип. У каждого поколения есть та вещь, которая определяет его. А поколения времен Второй мировой говорят, что это величайшее поколение. Том Бракао написал книгу с таким названием. И это справедливое название, учитывая те жертвы, на которые они шли, и ту смелость, которую показывали. Это была битва за будущее мира. Лучшие мужчины и женщины рисковали всем, шли на жертвы, чтобы свобода была достоянием еще одного поколения. Но эта идея берет свое начало еще в Библии. Каждому поколению приходится делать выбор. Идея может быстро потеряться, а новое определение может быстро стать доминирующим. Это происходит намного быстрее, чем я предполагал. В Послании к римлянам, 1 главе, 28 стихе, сказано, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство?» Мы не хотим, чтобы это стало названием нашего поколения. «И как они не заботились иметь Бога в разуме?» Я считаю, что нам стоит держать Бога в разуме. Я считаю, что стоит размышлять над Словом Божьим. Не просто читать его, но размышлять над ним, пытаться понять его. Мы должны позволить ему стать частью нашей сути, нашего мировоззрения. Оно должно быть линзой, через которую мы смотрим на отношения, бизнес, семью. Я считаю, что нам стоит иметь Бога в разуме. Я не представляю, чтобы Божий народ придерживался иного взгляда. Но послание к римлянам написано церкви в Риме, не язычникам. И первая глава предупреждает нас об упадке. И этот упадок ускоряется, когда мы больше не считаем, что нам стоит иметь Бога в разуме. Нам нужен Бог в общественных школах, в залах суда, классах, университетах, операционных, церковь. Это наша задача. Но не все хотят молиться во имя Иисуса. Тогда, может, и молчать? Мы не требуем, чтобы все молились, но вы не должны запрещать нам молиться. Мы слишком долго терпели это. А что, если кого-то ваша молитва обидит? А что, если кого-то обидит отказ по молитвам? Мы можем уважать друг друга. Но нас не нужно исключать из общественных мест. Мы потеряли нашу перспективу. В послании к Галатам 4 главе говорится о приходе Иисуса во времени, Его воплощении. У Иисуса был этот земной костюм. Филиппицам 2 глава говорит нам, что Он сознательно оставил привилегии небес и принял унижение, став подобным человеку. А затем Он повиновался Отцу. Он повиновался до смерти. Смерти на кресте. В послании к Филиппицам 2 главе сказано, что благодаря тому, что Он сделал это, Бог вознес его и дал ему имя, которое превыше других имен. Перед именем Иисуса приклонится всякое колено. А в послании к Галатам мы видим комментарии о том, когда пришел Иисус. Это не было случайно. Так же, как не случайно расстояние от Солнца до Земли. Если Творение говорит нам о чем-то, так о том, что Бог любит порядок и точность. Сейчас много говорят о том, чтобы следовать науке. Мы можем следовать науке благодаря Божьему порядку в Творении. В послании к Галатам сказано, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинялся закону. Бог послал Своего Сына в нужное время. В одном переводе сказано, когда наступило нужное время. Бог послал Своего Сына. Это не было случайно. «О, сегодня хороший день! Пошли!» Я хочу поделиться словами, которые Иисус сказал о поколении, в котором родился. Это комментарий Иисуса. Лука, 11 глава. Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить. «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не даст Сейму, кроме знамения Ионы Пророка». Это 29 стих. Мне это кажется нелогичным. Я удивлен тому, что это записано в Писании. Поколение, которое приветствовало Мессию, Сына Бога воплоти. Откровение Творца Неба и Земли было лукавым поколением. Если бы я писал, то назвал бы это праведным поколением, благочестивым поколением. Тогда в мире были некоторые моменты, которые облегчали провозглашение Его посланий. Я могу объяснить, но меня удивляет сопротивление. Иисус говорит, это лукавое поколение. Оно просит знамения. У них были чудеса. Они видели воскрешение из мертвых, множество исцелений. Даже бесы повиновались Слову Иисуса. Он обращался к буре, и та повиновалась Ему. И что они сказали, когда увидели Его? «Нам нужно больше трюков». А Иисус ответил им, «Вы лукавое поколение». «Лукавое». Я считаю, что нам стоит задуматься над этими словами. Что скажут о нашем поколении? Чем мы будем известны? Как мы назовем наше поколение? Жадность и зависть – вот подходящие для этого слова. Мы хотим того, чего у нас нет. Независимо от того, что у нас есть, мы хотим большего. И мы хотим, чтобы другие платили за это. Мы накапливаем долг намного быстрее, чем любое поколение в истории. Мы накапливаем вещи, для которых у нас нет места. Мы снимаем склады, чтобы хранить там вещи, купленные в кредит, потому что у нас не хватает места для этого у себя дома. Хорошо, что здесь темно, и я не вижу выражения ваших лиц. А потом мы голосуем за политиков, которые обещают списать наши долги. Жадность и зависть – вот они. Она также реальна внутри церкви, как и в мире. Чем прославится это поколение? Семью сознательно уничтожают. Библейское понятие нуклеарной семьи, состоящей из мужчины, женщины, их биологических детей. Это не идеальная семья, потому что она связана с людьми, а там, где есть люди, нет идеала. Но это замысел Творца, и все еще лучший путь для процветания. Нам нужна смелость, чтобы говорить об этом. Без злости. Мы видим, как браку придумывают новые понятия. То же самое касается воспитания детей. Теперь это соревнование, которое не помогает ни вам, ни вашим детям. Как нас запомнят? Как сексуально-аморальное поколение? У нас больше сексуальных свобод, чем у всех других поколений. Мы потеряли равновесие и взгляд в церкви. Библейский взгляд на сексуальность называют брак контекстом для сексуальных взаимодействий. И все, на этом точка. До брака или без него они несут разрушение. Вот и все. Независимо от ваших намерений, вне этого контекста, так говорит Писание, они несут разрушение, и это не проходит мимо Бога. Мы потеряли свой путь в церкви. Как запомнят наше поколение? Я прочитал статью на этой неделе, в которой говорилось, что нас запомнят благодаря принятию трансгендерности. Эта мысль, безусловно, возглавляет список в современной культуре. Она построена на замешательстве и бунте. В статье говорится, что мы рождаемся чистым листом. Они сравнивают людей со спорным мечом и говорят, что при рождении непонятно. Я вот вырос на ферме. Мы сразу же знали, кто родился. Отцу не понравилось бы, если бы я сказал, я не могу понять, пока что не ясно. Но эта идея набрала оборотов. Из-за наших неправильных представлений о мужчинах и женщинах она не появилась в этом году или два-три года назад. Она началась с того, что люди не захотели принимать Божьих границ в определении мужчин и женщин. Нас это обидело. Мы хотели больше свободы и возможностей. Я признаю, что женщины могут делать большую часть того же, что и мужчины. И точно так же мужчины могут делать большую часть того, что и женщины. Но есть серьезные отличия. Опять же, я вспоминаю свое время на ферме. Мы должны признавать это и учить этому наших детей. Я достаточно стар для того, чтобы помнить, как Билли Джин Кинг играла с Бобби Риксом. Это была битва полов. Помните, сколько витаминов пил Бобби Рикс? Ему было нужно. Он был старым и уставшим. А она была молода. Она сделала его по национальному телевидению. Но это не изменило наше понимание друг друга. Мы продолжили играть в мужской и женский теннис. У нас остались соревнования для мужчин и женщин. Похоже, мы выбираем различия, когда они нам выгодны, и убираем, когда все иначе. Вопрос не в интеллекте, силе или способностях. Мы все знаем удивительные примеры этого. Но поскольку мы не хотели принимать библейский взгляд на мужчин и женщин в церкви, наша культура пошла по пути смятения, которая может уничтожить нас. Не нужно злиться на других. Давайте начнем обращаться к Господу и говорить, «Господи, почему я отошел от твоего взгляда». Мы должны вернуться к фундаментальному понятию благодарности за благословение Божие. Мы забыли об этом. Вы заметили, что полки магазинов наполнены не так, как обычно? Мне кажется, что мы еще не прошли все проблемы, но не стоит бежать, а покупать еще больше туалетной бумаги. Достаточно двух забитых комнат. Я всегда любил ходить в магазин, потому что жил там, где их не было. Получать еду было непросто и неудобно. Для этого были нужны усилия, фокус и план. И когда я прихожу в отдел сладкого, это духовное переживание для меня. Там десятки видов печенья Орео, словно оригинала было мало. И на тот случай, если ты не можешь снять одно печенье и объединить его с другим, они сделали двойную версию, а потом они залили их помадкой. Ведь, Боже упаси, чтобы ты отдельно покупал печенье и шоколадку, а потом ты идешь к горчице и видишь 20 видов этой самой горчицы, французская. А что это значит? Мы настолько благословлены, что сошли с ума и не знаем, как быть благодарными. Есть одно событие в жизни Иисуса, которое связано именно с этим. Я прочитаю вам один фрагмент. Он немного больше привычного, но это поможет нам. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищу. Вы знаете, что были фарисеи, которые хотели дружить с Иисусом? Некоторые из них даже признавали его, но большинство выступало против него. Итак, некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищу. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Тут нет комментариев, но мне кажется, что она чувствовала себя комфортно в доме этого фарисея. Просто мысль. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Не забывайте, что Лука был врачом и поэтому часто пишет, словно ставит диагноз. Это была предыстория. Он рассказал, кто пригласил Иисуса, какой у него дом, вспомнил женщину, которая пришла к нему, и нечто о ней. Мы не знаем подробностей, кроме того, что ее считали грешницей. Но нахождение Иисуса коснулось ее так, что она решила выразить свою благодарность. Афарисей обиделся на эту сцену. Он выражает свое недовольство, критикуя Иисуса и говоря, «Если бы он действительно был пророком, то знал бы, что это за женщина». Теперь начинается разговор. Это больше не предыстория от Луки. Иисус говорит нечто фарисею Симону. Он рассказывает притчу. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Пусть динарии — это 100 долларов. Но как они не имели, чем заплатить, он простил обоим. «Скажи же, который из них больше возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простили». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил. Он сыграл в свою игру с Иисусом». И тот сказал, «Ты получаешь тысячу за правильный ответ». И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». Мы видим череду обычаев, которые были проявлением гостеприимства. Но Симон не последовал ни одному из них. Эта же женщина своими действиями проявила гостеприимство, которого не оказал Симон. В этот момент истории мы видим лишь Иисуса, Симона и эту женщину. Мы думаем, Симон не был особенно гостеприимен. Возможно, он был занят, переживал. Мы прочитаем чуть дальше. Иисус рассказывает о том, как эта женщина проявила гостеприимство. «Ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги мои, и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи». Это чудесная история. Все мы понимаем, что наступит момент, когда наши жизни покажут на больших экранах, как жизни женщины и фрисея. Иисус являет ей благодать, милость и прощение. Не забывайте об этом. Я говорю с вами о том, чтобы встать, признать истину. Я не прошу вас разозлиться. Я прошу вас жить со смирением и осознавать, что вам нужно прощение, и что вы можете стоять за истину, даруя прощение, благодать и милость тем, кто не может пока что найти истину. Церковь — это не зал славы идеальных людей. Мы — центр помощи сломанным людям, и это правда. Давайте закончим эту историю. 49 стих. «И возлежавшие с ним...» Так, постой, Лука, ты не говорил об этом? Там были не только Симон и женщина? Там была куча людей за столом. А, теперь я понимаю, почему фрисей вел себя так. Он не хотел, чтобы его связывали с Иисусом. Он пригласил его к себе домой, чтобы проверить. Мы зададим ему парочку трудных вопросов. Он не хотел принимать его, не хотел проявлять уважение или гостеприимство. Так, как проявляют к другу или уважаемому человеку. Всего этого не было. А другие гости начали говорить, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». За столом было множество религиозных экспертов, людей, которые посвятили свои жизни закону Моисея. Мы видим женщину, которую публично признают грешницей. Все они собрались на ужин с Иисусом. Женщина ушла оттуда, получив прощение грехов, а остальные с горячими угольями за пазухой. Это урок принятия. Он связан с благодарением. Женщина, благодаря своему смирению и жертве, она принесла жертву, помазав ноги Иисуса. Это было публичное проявление смирения. С другой стороны, мы видим надменность и воображаемую самодостаточность Симона и его друзей. Они не поняли урока. Они смогли правильно ответить на вопрос, но не собирались вести себя так, чтобы получить то же самое в своей жизни. Это должно быть предупреждением для нас, церковь. Большая часть нашего обучения сводится к тому, чтобы знать правильные ответы. Знаем ли мы слова? Сколько колен? Как их звали? Где учился Симон? Как звали Равину, у которого учился апостол Павел? Кем были 12 учеников? Мы можем ответить на вопросы, но если у нас в сердце намерение почитать Иисуса, женщина пришла с чувством благодарности. Она понимала, что нуждалась в милости. Она была готова публично выразить благодарность так, что это принесло ей еще большее благословение. Я считаю, что публичное выражение «благодарность» это не банальность. Это повеление из Писания, которое связано не столько с эмоциями, сколько с повиновением. Мы благодарны не потому, что все хорошо. Мы благодарим, потому что Бог сказал нам это делать. Он сказал, чтобы мы благодарили за все. Не только за воскресенье, хорошую погоду. Благодарность полностью меняет вашу способность принимать от Бога. С другой стороны, неблагодарность ожесточает ваше сердце. Независимо от вашего исполнения правил и вашей близости к Иисусу, вы можете представить себе, что сидите за столом с Иисусом, но упускаете благословение. Вы представляете себе, что вы сидите за столом с Иисусом, знаете правильные ответы, но упускаете благословение. «Я этого не хочу». Мы должны воспитывать в сердце чувство благодарности и смирения. Эта женщина была готова прийти и сказать, «Мне нужно прощение». люди, которые считали, что их следование правилам достаточно, не имели особой нужды. Друзья, мы виновны в этом, мы были так уверены в своей правоте, мы присоединились к правильной церкви, деноминации, правильно принимаем причастие, поем правильные песни, читаем правильный перевод, но мы продолжаем отступать от Божьей истины, придумывая оправдания, которые считаем справедливыми. Это опасный образ жизни. Это очень опасный образ жизни. Я верю, что Божий суд окропил нас. Вопрос в том, что мы будем делать. Смиримся ли мы? Признаем ли мы свои нужды? Начнем ли мы благодарить Бога, хранить Его в сердце? Если мы поступим так, то нас ожидает величайшее движение Божьего Духа. Оно будет больше первого или второго великого пробуждения. Но я считаю, что разница кроется в реакции Божьего народа на Него. Прежде чем закончить, я хочу, чтобы мы помолились. Одна из самых сильных духовных сил, которую мы можем высвободить, это благодарность. Если мы будем практиковать благодарность, то она разрушит такого отчаяния, тяжести и страха в нашей жизни. Когда Иисус учил нас молиться, то сказал, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, Твое имя свято, оно достойно почтения». Давайте обратим взгляд на Господа и поблагодарим Его. Это разрушит силу отчаяния над нами. Итак, давайте вместе помолимся. «Отче, я благодарю Тебя за Твою доброту и простил наши грехи. Кровь Иисуса освободила нас от царства тьмы. Иисус Господь над нашими жизнями, телами, душами и духами». Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С вами пастор Аллен, мы живем во время бурь. Мы видели ураганы в заливе, мы оставляли американцев в Афганистане, видели пожары в Калифорнии. Такое чувство, что куда ни глянь, всюду бушуют бури. Мы подготовили инструменты, которые могут помочь вам в это время. У нас есть книга «Сознательная вера». Это простая книга, которая может стать мощным инструментом в нашей жизни. Если мы не настроимся на результат, то не достигнем его. Большинство из нас рады сбросить пять фунтов, но если мы ничего не будем делать для этого, то не проснемся, завтра худея. Я должен изменить питание и взяться за упражнения. Мы бы хотели больше духовных свобод и стабильности, свободы от тревоги. Но нам нужен путь, чтобы достичь этого. И именно ему и посвящена эта книга. В ней вы найдете десять простых идей, которые помогут вам установить принципы, которые принесут стабильность и свободу в Господе. Мы пройдем их вместе. Я также подготовил сборник «Сто дней веры». Это стодневный сборник, в котором я присоединюсь к вам. Мы будем проводить время вместе, делая шаги для того, чтобы принять Божие благословения на нашу жизнь. К этому сборнику я добавил дневник, чтобы вы записывали то, что Бог делает в вашей жизни. Мы не можем делать то, что делали всегда, и ожидать лучшего результата. Это безумие, и мы все понимаем это. Мы не можем просто желать, чтобы зло ушло. Я говорил со многими людьми, и все говорят мне одно и то же, что я могу сделать в это безумное время с ковидом и множеством манипуляций. Мы можем принять решение сознательно искать Бога, как никогда ранее. Закажите экземпляр сознательной веры и пройдите путь «Сто дней веры со мной». Ведите дневник того, что делает Бог, и вы окажетесь в новом месте. Откройте новый уровень надежды и свободы с новой книгой пастора Алана Джексона «Сознательная вера». Она покажет вам 10 способов обретения цели и водительства в вере, отношениях и жизни. Жертвуйте 20 долларов и заказывайте книгу сегодня. За пожертвования в 40 долларов и больше вы также получите дневник, который поможет вам запомнить ключевые моменты книги и применить их на практике. Кроме того, у нас есть бесплатный ресурс. Наша рассылка «Сто дней веры», на которую вы можете подписаться также на нашем сайте. Мы рады, что можем предложить вам эти ресурсы. Они изменили жизни других и помогут вам укрепиться в вере. Заказывайте книгу и дневник на нашем сайте или по номеру, который видите на экране. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир. Многие из вас лично посетили служение пастора Алина Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Алина и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.